Здоровенькие были люди добрые вы на канале Рина Пауэр Дальний бой со мной мы с вами в Миннесоте Сент Клауд если меня не подводит мой голове навигатор Сент Клауд Миннесота я сегодня проснулась в такой зимней сказке красота конечно не красота ехать в этой зимней сказке но это зима да и нормально все бывает на дорогах жизни у меня сегодня будет необычный ролик я хочу поговорить о работе мне вчера человек написал в ютубе спрашивал как устроиться если вы только получили права в америке где взять работу кто берет на работу когда нету вообще никакого опыта я понимаю что сейчас много людей приезжают в америку по разным обстоятельствам связанных с войной убегают от войны убегают от мобилизации от всего да поэтому ну если у вас есть права и вас нету еще в америке ну как говорится опыта в этом в этой сфере конечно вам придется начинать ну как сказать с низов да большая компания которая платит хорошо она вас не возьмет потому что у вас нету еще опыта вам будет надо начинать все стажировки где-то месяц берут большие компании они обычно немного платят где-то до 1000 долларов в неделю вы будете зарабатывать стажируясь это уже зависимости от компании что они вам предлагают естественно всегда вы говорите все спрашиваете что вас интересует и что вас потом не было никаких сюрпризов потом когда вы начнете работать конечно сами уже будете ездить много чего надо знать учиться и естественно это всегда тяжело всегда но до года где-то так будет туговато но уже после 6 месяцев вы уже сможете найти компанию которая вам будет более-менее платить более-менее я начинала сначала после школы когда я выучила подняла категорию я пришла после холода я пошла работать компанией в сайт транспорт они сидор рапид за его и они в основном возили бумагу то есть урон и большие бумаги они такие контракты всякие в них связанные с бумажными заводами много всяких макулатуры возили короче ну очень много было отцепись прицепись это мне очень не нравилось конечно но я понимала что мне где-то надо начинать и вот поднять свою свой опыт и эта компания мне дала все что мне вот все что я знаю сейчас я очень хорошо я говорю это в хорошем смысле да я немного зарабатывал мне где-то им было в неделю получалось где-то 800 бакс где-то так чистыми уже после налога да естественно больше 1200 данным налоги высчитывая там все да и 800 долларов не чистыми получала поэтому если кто-то пойдет где-то так у вас тоже будет хотя может уже подняли зарплату трошки я не знаю тоже было где-то три года назад для меня да то есть я это все говорю как было тогда потом после шести месяцев я нашла компанию мне обратно посоветовал каролане но карбона то есть мне не нравилось компания не понравилось условия есть не работа не понравится и я перри пошла опять назад в сайт транспорт на пару месяцев и потом я вот хотел откроется в эту компанию войти и я звонила когда они говорили что у них не было еще месту то есть мест не было они говорят что у нас сколько траков нету много иметь водителей поэтому они сказали что мне позвонят когда у них будет свободный кран и когда я еще раз им позвонила они говорят вау вы как раз хотели звонить потому что нас освободился тракт и они меня сразу забрали я им знали на две недельки отработать в этой компании потому что я никогда не бросаю работу просто так я всегда даю людям пока потому что никогда как говорится не плюй колодец а и после двух неделек я пошла работать пойти и вот я работаю здесь айти что мне нравится у них есть две разные формы на которые вы можете работать вы можете работать надо были друге литер найдено и то есть люди которые живут в америке все платят налоги в таком или в другом случае так естественно в конце года идет перенасчет налогов вам возвращает либо вы доплачиваете да и конечно если вы работаете на форму тэн най динай и у вас там большой обязательно будет большой доход то есть в конце года если вас семья небольшая есть вас расходов больших нету вы большой вероятности будет еще доплачивать если же естественно семья там расходы большие у меня я когда пошла работать на тэн най динай на 10 у меня ну семья небольшая то есть расходов таких больших тоже не было и то есть я всегда доплачивал поэтому это уже зависит от человека как как кому нравится на что он работать и как вы хотите своими налогами рассчитываться сами или чтобы не быть них есть как говорят американцы общем то есть выбор а еще что мне нравится в них есть строки которые есть люди которые не любят ездить на электронных этих лагбокс любят сами писать эти все свои там отчитываться так за дорогу то есть лагбок это твоя контроль твоего дня да то есть тебе дается 14 часов на день и ты там ну то есть располагаешь сколько ты там тоже приехать 10 часов там спать там работа сколько ты положила тебе да то есть вот это все да там то есть меня все это считает электрона есть люди которые не любят чтобы электронные тебе считал они сами любят писать у них есть и так и так такие траки такие то есть как вам нравится нам еще мне не нравится что в них есть ты можешь работать на милю зависимости какая у тебя какой у тебя опыт работы или ты можешь работать на процент я работаю работаю на процент то есть кому как нравится это тоже есть выбор и это хорошо все условия в моей компании мне очень понравились я никуда не хочу сейчас на надо мне переходить а все мне в этой компании устраивает поэтому есть такие компании чикаго многих компаний основан на европейских компаний язычные украиноязычные какие хотите польск поляки есть разные в чикаго очень компания до чикаго в америке очень много русскоязычных людей потому что бывший советский союз конечно где для людей которые не говорят по английски конечно же легче работать вчера говорят по-русски для меня как это вообще не категорично я не работаю компанией потому что она русскоязычная просто не нравится условия этой компании была бы она англоязычная, нет проблем. А для людей, которые не разговаривают на английском, им, конечно, легче, потому что у себя чердает тебе какой-то груз, тебе объяснит все по-русски, все там, да, нормально. Вот. Так что все, кто ищет работу, пожалуйста, не переживайте, потому что, как говорится, на всякий товар есть покупатель, да, а также человек, который только получил права, не должен думать, что вот кто меня возьмет. Да многие вас возьмут, потому что сейчас очень не хватает водителей в Америке, так же, как во всех сферах, очень не хватает рабочей силы, и вас заберут с руками и с ногами, если вы тем более человек нормальный, как говорится, нормально в этом работать будете хорошо, не косячить, ничего, да заберут вас, через 6 месяцев вы найдете в себе отличную работу. Вот. Все, что вас будет устраивать. Эти начинающие компании, они чем хороши, что они все выжимают с себя, но они тебя и учат по полной программе. Ты ездишь в города, где практически очень тяжело, да, но ты учишься, ты учишься в этих маленьких узеньких улочках. Да, иногда хочется кинуть трак и пойти домой пешком, бывает такое, но это не надо паниковать никогда. В этой сфере, я всегда говорю, нужно иметь много терпения, не паниковать, не париться, не переживать, не торопиться. Вот даже когда сейчас снег, позвони диспетчеру, скажи, что у меня вот такая-такая ситуация, я всегда делаю маленькое видео, вот я, что я проснулась сегодня, уже у меня доставка будет чуть-чуть позже, чем я планировал, да, то есть объясняй всегда. То, что ты там опоздаешь на пару минут, лучше опознать, чем накосячить, разбить машину, перевернуть груз, то есть в этой сфере никто тебя не гонит, хотя иногда там говорят тебе, давай-давай, надо доставить там, надо доставить. Нет, ты смотри по своей ситуации, какая у тебя ситуация на дороге и что у тебя, не там, где диспетчер сидит на стульчике, да, и он думает, что у него все там, все в ажуре, ты давай-давай-давай, не надо давай-давай, ты себе знай свое и знай, что тебе в конце дня отвечать за все, за груз, за доставку, за все. Так что, друзья, удачи всем, кто ищет работу, ищите, если кто-то имеет уже какой-то эксперимент. Наша компания тоже всегда набирает IG Transportation, они уже выросли, в них уже побольше траков стало, поэтому всегда обращайтесь в них в Эдис, но это Чикаго райончик, и естественно, если вы живете где-то далеко, вам не обязательно жить Чикаго, чтобы работать. Я не жил в Чикаго, но и работаю в Чикаго, то есть мне тоже нравится траков, что ты можешь жить где угодно, а работать именно в Калифорнии там, или в Каролайне, или в Чикаго, нету проблем, они тебя все равно отгоняют домой, когда тебе надо, и все нормально, да. Удачки всем, всем остальным, я желаю добра и мира, с наступающими праздниками, я не часто выставляю видео, поэтому всем желаю прекрасных праздников, хотя в Европе сейчас, конечно, какие праздники, когда идет война, когда убивают людей, когда издевательства происходят на Украине, да, но я желаю, знаете, чтобы это все закончилось, конечно, чтобы Бог как-то вступился, что ли, в это дело, да, и может как-то прояснил голову этим злым правителям России, и, да, что нельзя так поступать. Поэтому всем желаю всего самого наилучшего, здоровья и берегите себя и своих близких. До новых встреч в Ютубе! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok